всем привет друзья с вами сегодня снова джек шепард и артур и мы продолжаем проходить dsd а в прошлой серии мы дошли до коровника и после 50 минут скитания мы не нашли машину как хотели на сейчас мы перезашли на сервер нью-йорк 7 и сейчас можно попробовать сходить еще раз попытать удачу найти машинку здрасте кстати джек шепард мы решили в каждой серии что чтобы не выглядело как будто я какой-то единоличник что в каждой серии каждый человек пусть здорово получили джек шепард у нас пока просто не привык еще поэтому забыл сказать чтобы я постарался но он научится попыхали в парапях козел нам не в эту сторону кстати ясно я просто хочу встречать и закрыт ладно все пошли снаружи внутри внутри страны неудобный выход ладно пошли до снаружи говорят что можно опять же на другую кнопку переставить да ну блин что-то как у меня нормально все ой зомби отреспавнился это чудо не исполнился я вижу идут на дождь ваза да и ладно хоть не у нас на спине в конце предыдущей серии четыре выстрела и ни один раз не попал и один раз попал у нас все таки он же умер так мы будем надеяться что машинка здесь да нет но катим отсюда мне вообще кажется что эти серверы нвисе 7 нвисе 8 на них может вообще ничего не спавнится какие-то они потому что стоили в цену не будет это знать как и знать да нет тут ничего ничего ты был прав так ну какая теперь у нас цель что у нас поблизости есть от гвозных ты хоть раз был на перевале грозовом на краю света там ничего нет но прикольно дорога так уходит горизонт там ничто я когда был в редакторе я однажды себя заспаунил на лысину на какую-то ну ладно в принципе я не знаю что там есть особо такого какие предложения куда хочешь пойти предложение куда можно пойти где мы например не были да мы везде были нам просто нужен цельсия поставить допустим в чертовый замок я не хочу сейчас почему-то вообще да ну как то это чётко меня там уже убивали неоднократно да на всяких вот этих вот лутовых местах типа аэродрома нам в принципе ловить нечего не потому что нам у нас просто все есть нам скорее кстати говорили что от каменки в левом нижнем углу где-то вот здесь в лесах спрятан истер-эк типа там снежного человека что ли что такое ну короче говоря я не знаю ну просто чтобы был какой-то смысл куда-то двигаться как я и говорил уже в принципе если просто играть играть себя и сживать начинает нужно себе какие-то цели ставить поэтому это под Павлова где-то да это налево от каменки ну под Павлова а где от Павлова ну от каменки наверх Павлова и вот между каменкой Павлова где-то слева еще ниже вот видишь тут высота допустим 204 вот примерно в этих местах говорят что-то такое есть но опять же блин это миф ну мы же миф разрушаем да мы будем найти через всю карту я думаю это будет очень интересное путешествие да путешествие приключение кстати вот от Глозно здесь посмотри на запад у нас какой-то населенный пункт без названия это по-моему продолжение Глозно налево да? 37-81 37-81 так ну это по графической тени пока смотри оба надо скрыть а то оба сидим в карте 8137 а тут по-моему этот типа шахтерского городка какого-то и вот тут вот куда я сейчас покажусь ты не видишь ну тут по-моему этот конечно мы пошли дорожка есть ответвление такое да? к зданию какому-то угу вот туда может сходить так ну сейчас можно двинуться туда а для примерно куда нам надо вот так примерно и по полю и по полю а не вижу тебя я по полю я по полю в полный раз бегу остановился вон ты бегишь вишня но нам надо ой а блин это ты из фонарика я думал я думал все прилетели за мной нам надо будет чуть правее да по-моему брать кто за тобой прилетели? х х х х х х х х х ну ты домой забирай что ли? х х х х х х не балимся х х х х х х ну всё же что у нас там визжал на тоблюзовава от Игрового Мира броду ааа броду вечclass а теперь все будет 29 Yep х 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 Here хотя может это из какого-нибудь аниме очевидного и там как вот всяких там учиха всяких таких дофига ников люди же у нас любят только одно слово знаю который называется научи это наше любимое оружие в дакстол какого-то было в рейтинге по вертикали хороший вопрос 80 символ и 84 в сочетании с 436 в год в 84 81 37 нах да 8137 но видишь они у одного у тебя топографический клетний это называется посаде обезьян да и он же песнили гандеры они от этого круче не станут вот такие же зато убивать научились это самое главное хотя если кто то сейчас с свд бежит то тут нам уже ничего не поможет хоть мы будем чаками норрисами ну ты не говори ты недооцениваешь чака норрис черт не хана по моему а он придет за тобой как вот за ночь не прилетели а зато банты так ну сейчас мы к этому шахтерскому городку подойдем к чертовому замку в принципе там просто но можно было бы сказать ну че там делать-то в чертовом замке сейчас мы компрома помом оп опроверло говорит этот теорий сервера дашь докажите что все не ранд ну да а ты далеко до ванны кунжо сейчас я на дерево доберу подожду тебя ты опять не решил устроить пистолетелепсия это так клево эти на звуки мозг сказал куда тебе нужно идти и не то так она уже 80 шик 44 81 долготе подошли теперь остается строго на юг идти и придем к этому это деревеньки мне осталось лишь вы найти я его не больно хочу но я думаю на вот таких вот ночных и дневных вояжах очень пригодится все таки можно было снять тогда ну да ладно вот там слева вышка как ты там эту вышку заметил где ну я не подам виду что я не вижу я не вижу а слева вообще от нас слева такой офигительный ориентир особенно как этот салон где-то я смотрю там вышка да тут прям на восток вон я рягуханы вижу но того что он охранять я не вижу ну ладно ну как раз достань длинномер как он выглядит вообще да как этот как бинокль только светлый а точно смотри я не вижу мир я снова разрел так где-то я не знаю где-то дизайнкируют когда я брали меня меня смотри гора че че ахе ха 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 х ха 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 кстати у гады сердца радость да м с прибором ночного видения не так м с не знаю долбить в глаза то и фонарик так что нормально видимо защита от каких гениев ха 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 да офигеть я так и не вижу эту вышку идти вперед Мы к ней идем, да, все-таки? Ну, да, вдруг там лежит там 243 или 200... Там у тебя опять мечты, мечты-мечты. Я бы хотел полемет. Вот мы прям на нее идем. Мы прям на нее идем, а я ее не вижу. Да, давайте... А, вон, наконец, уйдем. Начнем ставки делать, с какими-то фактами летишь. Ну, понятно, что мне снайпером лучше не быть. Слушайте, в последнюю очередь все замечаю. Тихо. Зон не слышу. Достаточно близко идет. Да, справа идет. Вроде как к тебе пройдет. А я вроде как к ним пройдем. Я надеюсь, вы встретитесь. И будете жить долго и счастливы. Ну, здесь почти то, чего ты хотел. Здесь патроны для твоего любимого оружия. Да елки-палки, я чувствую, что стрелять. Развечу 49 лента, 8 патронов М-1014 дробь, химсвет. Капец, он остановится, нет? Нет, я там бипа. Магазина КМ, пустая консервная банка. Это ощущение, что он на лагере. Или ящик туплю. Короче, он около гучки ходит. Я в него на поле впустил. Блин, ты сейчас спалишься? Ой, ой. Это было вовремя, спасибо. Я думал, он ты убил просто уже. Я же сказал, он около гучки ходит. Что у него есть? У него что-то есть. У него есть были утоляющие, надо, нет? Нет, у меня их хватает пока. Не скажешь, что много, но хватает. Так, дальше. Справа далеке еще не ходит. Даже два. Так, ну все, идем на юг. Я уже вижу какой-то домик и каких-то селян. Плохо то, что когда винтовку переключаешь на пистолет, он опять патроны по умолчанию ставит обычный. А до звуковой приходится уже самому досылать. Ага. Это не очень хорошо. Так, какой-то домик. Так, и нам, по-моему, по этой дороге нужно идти. Вот в эту сторону. Заяц, заяц бежит. Стой, косой. Стой. За все этот заяц. Ушел. Так. Так, этот западний пришел. Я строго вниз пошел по карте. Подожди. А, опять нету этого шпеца. 81, 38 нам нужно. Мы находимся в 82, 48. Это капец, мы опять не туда ушли. 49. Блин, мы наверх идем почему-то. Мы вообще не туда ушли. Нам на север надо было. Вот сейчас нам на север нужно. Отлично. Как и обычно. А нет, подожди. Здесь все-таки как. Блин. Тут было-то, елки-палки, расстояние 500 метров. А мы ушли хрен знает куда. Короче, идем на север. По 81 долготе. Сейчас выходим на 81 и идем строго на север. Только так мы дойдем. Иначе мы со всякими будками будем сбиваться. Я надеюсь. Ну вообще, значит, мы, получается, снизу вошли. Да. Как обычно. Как и обратно. Ты за мной? Я перед тобой. Правей. Видишь, нет? Да тебя увидишь, что ли? Ты... Удышать, что ли? Я прям, блин, сижу перетапываться. Правее бери. Куст. Человек-куст. Офигеть, блин. Ты пока не двинулся, я тебя не увидел. Я знаю, к тебе надо подбегать, разворачивать спину и сидеть не двигать. Ты меня видишь? Да нет, тут куст какой-то. Иду дальше. Маскировщик. Блин, я тебя с ПНВ в упор не вижу. Это полезно. Да. Классно будет, если ты будешь идти впереди, когда где-нибудь будут рядом враги. Чё к вас, ну-то? Нос к носу с ним встретишься. Я такой, Артур, тут враг. Ты такой, да никого нет, тут куст. Да. Отстал ты? Да, бегу-бегу. За тобой угонишься. Я чё, я с такой же скоростью бегаю, как и ты. Ты бегаешь быстрее, по-моему, чем мы все. Чё, у меня полный перегруженный рюкзак. Надо не мешать тебе бегать быстрее. Я не знаю почему, видимо, это как это у тебя. Ну, посмотрите, он просто быстрее бежит. Ну, да, кстати. Чуть-чуть быстрее. Да, чуть-чуть быстрее. Опять-то там с баспорчиками контакт наладил, да? Так, встань около меня. Так, стоишь. Хочешь спартануть, да? Да, на счёт три. Раз, два, три. О, я чуть-чуть варанчику бежал. Нет, это я чуть-чуть варанчику. Ну, вы посмотрите, он просто меня обгоняет. Да, я привозь потихоньку. У тебя ноги как-то так чик-чик-чик-чик-чик быстро, а у меня более медленно всё-таки бегут. Ну, хорошо. Самый страшный боец это спринтер. Точно. Ну, я же помню, блин, это за кадром, конечно, опять осталось. Опять начнут ругать, когда нас снайпер-то чуть не снял. Как ты тогда к нему рванул-то? Так, джек шепард, давай ко мне. Мы опять с 81-й параллель вышли. Короче... Да, чуть проедет. Я на 80-й. Если ты сможешь побить спринтера, то он убежит от тебя, ты его не догонишь. Если он начнет тебя обить, ты от него не убежишь. С спринтера страшные люди. Действительно. Опастые люди. Так, вот, принц, пройти. Параллельки бегают, мне кажется, что человек. Ладно, ладно, ты палец, а то я сегодня опять рассеянный. Приходится ждать тебя вечно. Давай. Ты у нас кинец, что ли? Я не знаю. Скорость моя меня радует. Зато у тебя пушки с глушаком. Ну да. Я, кстати, посмотрел, что-то сейчас вспомнил. Другой геймплей домбрайдера. Там все не настолько печально, как я. Помнишь, в подкасте говорил же, что там бегает она шотган. Ну, это, по-моему, тупость уже. Мол, блин, с шотганом бегает, убивает. Не знаю, но это все-таки не Uncharted. Они больше как Survivor делают. Мне вот это нравится. Ну, короче говоря, то, что такая коробка девушка убивает. Ну, в принципе, я и в старой части играл. Да у меня знаком вообще, что на телу с Ларой. Я играл, да. Я на Легинс прошел, универсари прошел. Из таких уж старых там была какая-то на Соньке, я помню, играл. По-моему, еще одна из первых даже. Сейчас вот смотришь первую часть. Я первую часть на Соньке первый играл, да? Просто вот, блин, такая графика крутая оказалась просто в первом Tomb Raider для невозможности вообще. Это вот как сейчас, вот там, допустим, блин, Watch Dogs. В Uncharted 3-й, да, Watch Dogs. Сейчас смотришь, елки-палки, блин, вот как все-таки... Ну, просто раньше у игроков по большинству своим воображением дорабатывало. Да. Кстати, деревня уже слева нас. И мы имеем в виду ее пока разговариваем. Так, я... Раньше у игроков воображение сейчас его все меньше и меньше. Да. Ну, сейчас в игроке думать особо не приходится, конечно. Так, ну что, стандартная метода. Потихоньку, помаленьку тут где-то любых англ. Сейчас я душу смотришь. Он налево за дом зашел. Да. Хочу убить. Нет, он дальше ушел. Ты, по-моему, в дом входной? Да, вроде бы. Телефал к нам. Так. Блин, зомби как-то неудачно стоят. Попроси, чтобы отодвинулись. Дом так-то вежливый, отходит. Да, дом заходной, если что, можно в него забегать. Интересно, к этим фургончикам сделать какое-нибудь применение. А, этим фургончикам. Ну, не знаю. Было бы круто. А вообще, чем больше расширять игру, тем она круче становится. Но пока что, конечно, уже чисто по идее, я не знаю, что-то нового бы не помешало. Так, что там у нас? Тут у нас ведро в полу застрявшее. Кстати, здесь пола вообще нет. Здесь вместо пола земля. Люди, видимо, суровые жилицы, челябинцы. Крутой дом. Ой, я снаряжение не могу поднять. Кок, амуфляж, кама. Круто. Магазин ПМ2, бинт, финальный фаер, и все. Давай проверим сейчас как раз текстурки. Так, я его надеваю? Давай. Да, да, да. Текстурки отличные. А у меня текстурки, конечно, просто офигеть. У меня текстурки, конечно, говно, да. Так, я обычно одежду выкину тогда. Ну, вот тебе этот рюкзак, эта одежда вообще идет. Да у меня мой джахет какой-то, смотри. Ну, он натурально на своем фишеру похож. Мне кажется, я знаю, на что Артур потратил ближайшие 200 рублей в кармане. Откуда ты это знаешь? Откуда? Я не знаю. Интуиция, по-моему, мне кажется. Короче, блин, ну неплохо, ладно. Сейчас придется потратить деньги. Придется. Кто-то любит мои деньги считать. Типа, вот это покупаешь, это покупаешь, проще скачать. Я не знаю, мне комфортнее играть на лице из ММН. При том, что игра абсолютно та же самая, и одно время я даже промышлял, типа магазинчик был по продаже пиратских игр на ПК. Ох, так, так, так. Ну, короче говоря, этот... Как-то вот для себя мне всегда лицензии хотелось. И когда у меня первая Сонька была, я на нее столько лицензий покупал, потом все это распродал, конечно. Ну, короче говоря, я вот за год чуть ли не... Блин, я боюсь, там вообще страшные цифры выходили. Поэтому сейчас как-то все-таки постепенятся в этом плане. Можно? Вот таким шутким он заход. Ну, прям к нам идет. А, ты левич. Тихо работаешь, Сэм, тихо работаешь. Ну, короче, не знаю. Мне вот совершенно не зазорно потратить 200 рублей, при том, что я зарабатываю вполне себе неплохо. Могу себе, короче говоря, позволить. А то, что народ гугур тут, в принципе, блин, зачем мы вообще об этом разговариваем? Зачем считать чужие деньги, во-первых. Да. Здесь, по-моему, будет сейчас типа этого, типа гаражика, если это то место, которое, я думаю. Может быть, пройдем сферу. Так, что, будем убивать? Да зачем? В принципе, он в другую сторону идет. Прыгать, Сэм мирно, да и прыгает. Как бы с ним. Вот он, по-моему, как раз. А, нет, отмута. А то здесь у нас курятник. Это офигенно. Так, ну ладно. Ты где? Я обошел через забор. А, вон вижу. Так, ну и, собственно, что мы вроде здесь все осмотрели? Куда теперь идти? Ну, путь у нас прежний, то есть мы идем в сторону Каменки. А сейчас у нас на пути черта к замыли на 37.78 попасть. И что нам там делать? Ну, видишь. Увидишь. 37.78. А, ну да, что-то интересное. Ну да. Не знаю, продолжая тему о покупке игр, были времена, когда было проще, например, скачать, не знаю, образ игры, то есть там до выхода, сесть попробовать игру. Но я в основном делаю только для того, чтобы... Так, осторожно, зомби в лесу. Обойдем? Или убьем? Нет, хочу его убить. Убьешь его? Да. Ты давно не стрелял. Четко. Да, вот. И продолжаем. А я в основном игры качал для того, чтобы попробовать, просто посмотреть, нравится мне эта игра или нет. Потому что просто так, если ты ничего не знаешь об игре, то же платить, не знаю, там 900 рублей. А по-моему, это немножко глупо. Ну так, глупо. Забрал мою газировку. Да, я хотел прилить. Так, у меня есть, кстати, питье какое-нибудь, кроме этой флеги, нет? Нет. Ну ладно. Ну и все. В том же Steam, например, мне куда удобнее, да, я там в старую какую-нибудь игру захотел поиграть. Блин, нажал на кнопочку, она скачала за 15 минут, и все, и я могу играть. Никаких проблем. Луна выходит. Steam вообще, на мой взгляд, наравне с Xbox Live, очень удобный, офигительный такой сетевой сервис. Xbox Live только за него еще деньги просят. Ну там, конечно, по удобству он даже получше Steam. Там вообще чего только нет. Да. PSN, он похуже. Да, с PlayStation Plus. Там постоянно бардак какой-то, и постоянно какие-то технические работы. Но... Там ассортимент не такой большой. Я, например, когда брал консоль, думал, что все игры в цифровом виде можно купить. Ну да. Чтобы мне не пришлось там ехать в магазин, покупать коробку какой-нибудь старой игры, которой уже, например, нет. Вот именно, допустим, в том же Origin или в Steam ты покупаешь, ну скажем, Max Payne. Ты знаешь, что вот ты можешь его предзакачать за день, и в день, когда он вышел, ты никуда не выходишь, сидишь дома, толстеешь, прыщами зарастаешь, и воздух свежий тебе не нужен. Ты просто запускаешь, и все, играешь. Удобно? Я боюсь, как положить, что будет. Ну, и бывают моменты, когда ловишь именно кайф от того, чтобы там в день продаж, поехать в магазин, купить коллекционку. Да, некоторые игры просто приятно так забежать. Мако вторым, к примеру, ездил за коллекционкой. Ты тут тоже, по-моему, да? Да. Ну вот, так что. Покупайте игры, люди. Если игра хорошая, то, я думаю... Я, главное, приехал тогда в 1С Интерес за обычную версию. Думаю, ну нафига мне эта коллекционка. Потом увидел, как-то ее так слюна пошла. Да. Ну и что, пришли мы сюда, тут окажется ничего нет. Ну да. Единственная коллекционка, вот такая, за 1000 рублей, о которой я жалею, это Call of Duty Black Ops. Я не знаю, что мне в голову предусберло ее купить. Коллекционки такая вещь. Они бесполезны по большей части. Вот тоже коллекционка Dark Souls. Но, блин, красивый. Там, блин, там офигенно есть этот арт-бук вместе с гайдом по игре. Да, демосос тоже коллекционка была у меня. Но потом... Чё-то я ее продал. Ну, я с первого раза не раз пробовал эту игру. Я думал, колену не тревели. И, короче... Ну, и там... Там не только колено, просто ревели. Там так мучили, это просто капец бог. Да, вот тут та игра и Dark Souls и Demon's Souls, на которые, если ты сам не посмотришь, да, как кто-то играет и получает удовольствие, ты можешь, ну, как бы, просто мин пройти. Я, например, раньше думал, что «Уй, да ты там какой-то супер-хардкорный проект, я там, блин, куплю себе игру, да, за 2500 буду больше 100 умирать и там забью на середине». Мне так казалось. Я вообще не думал, что от дикой сложности... Чё? Креп слева, наверху. Ну, так это чёртов замок. Блин. Манит, манит нас чёртов замок. Манит, манит в красных труселях. Вон, можно вомбарчик зайти. А чё там делать? Нет, просто вот так вот логически подумать. Единственное, чё там можно найти, это людей. А нет, мы мимо пройдём, мы не пойдём туда. Нет, мы пройдём, нечего нам там делать. Вомбарчиком зайдём. Потому что у тебя нет еды и пить я. Еды-то у меня дофигища. Пить я нет. Причём жареное мясо. Тебе, кстати, нужно жареное мясо тут? У меня есть. Самое главное, что я неплохо набрал пакет в крови, пока был в электро бегом. В этот амбарчик за этим нельзя. Да как так? А, точно нельзя. Ну и всё-таки, куда нам надо дальше? О, вышка. Где? Опять выше, а вот. Мы же с тобой здесь были, братья. Да, мы с тобой здесь были, я знаю. И вот шли как раз оттуда, да. Где я опять? Ты прямо на этого идёшь, на меня. Я знаю, да. Давай, шутки мы, шутки мы на the head. Мы болеем за тебя. До свидания. Молодцы. До свидания. Так, а что у него есть? Он же военный, у него может что-то хорошее быть? Не, у него... А, вон что-то есть. Стоит на северный банк. Отлично. Да, военный. Запасливый. Там ещё один ходит, расстояние метров 20 где-то. За кустами не вижу в то ходе, так что если на меня нападут, я буду кричать, как маленькая девочка. Кричать, как маленькая девочка, это моё. Не смей плаги отить. Нет. Так. Давай ты поднимешься, я что-то сегодня на все вышки поднимаюсь. Я даже не смотрю, что там наверху, давай по этой месте. Что-то там есть, патроны к чему-то. Я думаю, если там станаги, то... А, нет, это не станаги, станаги же как рожки лежат. Да, будем... Будем здесь всё по переменке делать. Ну что там, что там, что там, что там. Что там, что там, что там, что там. Так, тут у нас станага, а это ДМР лежит. Блин, магазин АКМ, магазин ДМР, пустая банка газировки. ДМР, он бы мне пригодился, если бы я пользовал свою старую винтовку, которая была у нас 3 серии назад. Ну ладно. Сейчас пока. Их, блин, вот ДМР достаточно сложно найти. Мы вот сколько с тобой сегодня бегали за 3 серии, 3 рожка я находил. Не то же, не так, что прям очень сложно. Да. Но у меня в том смысле, что это как-то вот наоборот исключение из правил. Угу. Так, мы вообще должны вроде бы идти на юг. Ну, на юго-запад даже. Не, мы знаешь, как идём? Мы, я думаю, почему бы нам до Петровки не сбежать? Мы недалеко от неё. Она находится в квадрате 50-28. Давай, а, кстати, по северной стороне, да, пробежим. И потом тупо вниз будем идти, да? Так, давай мы доберёмся до 28-й широты и оттуда пойдём налево, на запад. Окей. Так, это нам нужно до 28-го строго наверх бежать. Ну, как-то вот так, короче говоря. Блин, мне так лысина блестит. Да не шутяй, я тебя потерял. Ну, в этом камуфляже-то я тебя вижу, я с тобой наблюдаю и смотрю, когда ты меня найдёшь. Я не шевелю специально. Любее. Вот я ставлю. Вот, блин, сливаешься. Круто. Ну, камуфляж тоже неплохо. Я специально скажу, что ты меня не нашёл. Молодец. Смотри на мою высину. Сейчас ты высину. Она крутая. Высо-высила. Не расплывчатая теперь. Блин, костюм, конечно, текстуры вообще карпец какой-то. Да, не по себе. Текстурки товар мне говно, говно, текстурки там. Вот, ненормальная. Нужно только заплатить денежку. Это хитрый план по выдавливанию денег. Да. Но я на него купился. Он специально, наверное, такие модели сделал, чтобы мы докупали. Помогал своей родной богемии. Мне не жалко богемии деньги отдать. Я и арму, и оперейсшн флешпоинт всегда играл на пиратке. Потому что тогда я еще был молодой, и мне было пофигу. А сейчас вот я уже могу себе позволить и их могу отблагодарить. Поэтому я им дал эту денежку. Потому что я столько времени провел в этой игре. Что-то, что у нас там на горизонте такое? Ой, не знаю. Вряд ли что-то хорошее. А, это звезды. Просто мне показалось, что это чертань какой-то замкать. Кстати, дневненец, по-моему, большой, да? А в этой игре что, G36C есть? Офигеть. Блин, я хочу себе эту винтовку, она мне не нравится. А, какого человека с радио не уберегись? Здесь есть и радио. Ну, радио, видимо, все-таки существует. Потому что, помнишь, мы же приходить, когда не было. Да, миф подтверждается. Идем на Зеленую гору и сейчас заодно, да? Там, кстати, говорят, на Зеленой горе на машине появляется. Да, неоднократно уже слышал. Так что по дороге заглянем на Зеленую гору. Так. Ну, вот, собственно, у нас 28-я параллель. И теперь нам нужно строго надо его пилять, 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 пилять по... ну, по карте налево. Запикивать тебе придется, конечно. Я пилять говорю. Ну, не, я знаю, но... Я когда сказал, блин, слово, все подумали, что это был мат и мне доказывали просто. Да, это печально. У человека стингер в рюкзаке. Теперь я читер, говорю. В этой игре это, по-моему, самое важное оружие вообще. Очень сильно пригодится наравне с гранатами. Да. Особенно для вскрытных волосок. Стингер, он наводится чисто на тепловой след от двигателя. И, по-моему, он работает только по системе земля-воздух. Поэтому, если кто-то, конечно, один шанс из миллиона, что кто-то мимо будет пролетать на вертолете. Потому что за то время, что мы... Ну, такое здесь бывает, да, часто. Да, да, часто. И из-за этого я представляю, сколько стингер занимает здесь, в рюкзаке. Представляешь, человек запустит стрим. Ага, и стингер прилетает. Так. Микрофон тебе нужно менять. Да, что-то он у тебя лажает сегодня. Проблема. Скрипит. Не скрипит даже, а вот ты понял. Ну, вот часто меня слышат, да? Слышат, но хуже, чтобы тебя стало слышно, кстати. Потише. Пошируги там еще чего. Нормально сейчас? Ну, потише стало. Я не знаю, чуть-чуть потише, как будто звук убавил. Ну, я пытаюсь... Вот нормально. Вот оно. Ну, просто я говорю, уже заставь пойду в магазин куплю микрофон. Что за микрофон? Что за микрофон срочкой? Это я временно какой-нибудь куплю, а потом уже буду заказывать полу-профессиональный какой-нибудь. Может быть, как бы я. Четыре дня, микрофон полу-профессиональный, по-моему, хорошее предложение. Ну, это не всем понять. Сейчас опять, наверное, наши деньги начнут считать. Ну, блин, для... Я не знаю, мне как-то вот не жалко для дела хорошего. Я понимаю, я бы там, не знаю, на наркотики эти деньги тратил и продавал бы их детям. Тогда поняли. Слушай, а хорошая идея. Ты теперь знаешь, куда вложиться? Просто мы как-то этим уже, ну, полу-профессионально тоже занимаемся. Нам обычные микрофоны не скажут, что прям уж так подходят. Поэтому... Да и все-таки для зрителей лучше слушать без шипения, фонов и прочего. Шипение фонов, кстати, на нем пара достаточно, этом полу-профессиональном. Это все с помощью специальных программ приходится защищать. Ну, вот DayZ я, допустим, вообще напрямую через Fraps теперь пишу. Безо всяких сторонних программ, потому что он этот... Тут постоянно шум какой, за ним просто фона не слыхать никакого. В общем, такие дела, да. Так, Луна вышла, и уже помалинку я вижу, куда я бегу. Но все равно очень темно. Да вроде бы светло как раз. Нет, Луна, она за горой сейчас, поэтому... Так-то я себя вижу, очертания вижу. Ну, я, в смысле, я прибор начну... А, ты выключил, да? Да. А где я, кто я? Блин, нет, лучше включить. Рюкзак мой зато светится ночью, как будто он, я не знаю, фосфором, алмазом весь. Да, то или так. Так, мы на 27-ю шрату ушли. Как обычно сбиваемся с курса. Безымянные спрашивают русских. Но мы тактично промолчим. Нузы. Что такое нузы? А, понятно. Йеп. Он понял, что он попал. Бразильцы есть. Бразильянцы. Только, говорит, не стреляйте, окей. Русские здесь, да. Только не стреляйте. Рашенс. А, коминг. Так, блин, далеко там еще, какой там был. По-моему, подходим. Сейчас 62-я у нас вертикаль. Она находится на 49-м. Блин, еще достаточно. Блядь-то. Идти, идти. Бежать. Да. Короче, ну, порядком еще. Чего-то ты куда-то. А, вот. Как-то я вперед убежал. С моими-то какими-то ногами. А, вон-то. Блин, ну вот. Я прям перед тобой же встал. Я думал, да он меня посмотрел. Думаю, да увидел. Нет, не увидел. Ох, вот здесь бы квадрик. И порассекать на нем. Да. Кстати, ребята, хватит, пожалуйста, предлагать между северными. Типа, давайте я машину подгоню, вертолет. Но это же неинтересно будет, если мы своим трудом будем этого добываться. И вам не добиваться. Добывать добиваться. Все, мы уже третью серию пишем 50-минутную. Так что, извините. Да, короче говоря, ну, возможно, когда уже будем заканчивать эти серии. Кстати, некоторые говорят, мол, вы затягиваете. Мы не затягиваем. Мы делаем пока это нам интересно и пока это интересно людям. Если кому-то не нравится, то просто не смотрится. Если, когда уже будем заканчивать, то, возможно, потому что очень трудно найти, скажем, вертолет. Попросим кого-нибудь пригнать вертолет, чтобы он нас... Интересно. Да, нам нравится, вам нравится. И это хорошо. Вот. Мне всегда казалось, что вот на этой винтовке М4 у нее в прикладе, видишь, дырка? То есть, именно в том месте, к которому она плечо прижимается. Сквозная такая, что это, по-моему, непрактично и тупо сделано. Ну, то есть, я понимаю, что они там в основном-то по грязи не ползают, джеда это наши американские. Ну, куда? Там в нашей говнине, если они будут, туда столько всякого мусора набьется, это же просто капец. Хотя, я не знаю, я не спец. Может, я ошибаюсь. Да, может быть, это и практично. Да, возможно, туда удобно, там, скажем, химсвет толкать. Хотя, зачем? Спички, может, там. Не знаю, уже может быть. Не воеваю, слава богу. Думаю, надеюсь, с ним в жизни не придется. Да. Так. Мы опять на 29-й параллели. Ну, как и обычно все. Бежим полностью себе. Спокойненько. Никого не ссор. Сегодня у нас спокойно ссорили. Всего-то мы убили. У меня, кстати, как... Блин, у меня опять все обновилось. И у меня злая морда. А, это же просто. Все, как я камыш делал, да. Да, да. Не страшно. Нет, у меня по статистике 48 зомби убито, 38 хэдшотов, 3 убийства, 1 убийство бандита. Среди этого, убийства бандита у меня не было вообще в списке. Вот, после того, как я убил, появилось. У тебя там все по нулям? Ну, у меня 3 убийства, 3 хэдшота. Ну, то есть, 3 убийства зомбер. Ага. Предыдущая серия я положил маленьких. Слава богу, это все обнулилось. Это мне 4 выстрела, зомби произвел. А он в итоге не сдох. Да, думаю, потом зайдешь на другой сервер. Может, лагава, да. Так, блин, домик там еще нет. А вот сюда, там уже. Домишко. Так. Что, начнем с левой стороны? Ну, потихоньку. Слева направо. А это еще, кстати, и населенный клон. Это тут небольшой такой хуторок. Да. Где-то не у нас-то. Основное все там подальше. Ну, мы почти уже вышли. Все, Петровка там будет, не знаю. Да-да-да. Да, я ее вижу уже. Вон она. Мы с тобой в ней вроде не были. Или были? В Петровке мы не были ни разу. Так, тут какая-то табличка нам посмотреть. Это зомби убиты лежит или что это? Или это что? Нет, тут мусор, по-моему. О, майка. Вон зомби ходит. Значит, тут достаточно тихо? Ничего нет. Все, все равно. Так. Ты где? Да я назад сбегал. Там табличка какая-то была, хотел почитать. Любознателен я сегодня. Слева великий зомби. Да, есть такое дело. Вот эту машину тоже починить можно. Вот, чего вы говорите такое, что прям это беда какая-то. Вот опять машина. Запакал машину. Давай сейчас задумывай. Вернем это, поедем. С горки. Как будто, я не знаю, тогда говорили, как будто это что-то такое экстраординарное, что машина на боку лежит. Дискатки вон такой есть. И из-под дисков покатятся, да? Угу. С дирком, с шумом. Так, что, по дороге пойдем? Давайте про ее возьмем. А вы драйвы? Ты про ее пошел. Да. А ты левее пошел. Да? Да-да-да. Ну ладно, тогда я тоже к тебе пойду. Потому что зомбек там не пошел. Если не, блин, в лесу могут быть? Могут. Ага, да. Ну вроде не слышно пока. Ты где именно тут находишься? Подальше прошел вперед? Иду вдоль дороги, да. Ладно. Так, зомбер через дорогу. Или это там. А, кстати, кто-то писал мне, что было предложение к разработчикам мода сделать автокик. То есть убиваешь какого-то человека, а ну не из бандитов. И сам умираешь там секунд через 15. Да это, в принципе, ну не знаю. Мне как-то пофигу. Будет, не будет такой новый день. Я не знаю, как к нему относиться. То есть, с одной стороны, ну правильно, потому что смерть тут еще больше будет богатее, и народ еще осторожнее будет. Да. С другой стороны, иногда же хочется зайти и отомстить. Я несколько раз так делал и забирал свои вещи обратно. Ну да. Тоже хорошо по-своему. Конечно, если не придется бежать через всю карту для вести. Меня в электрозаводске когда убили, я пришел, отомстил. Да. Собрал свои вещи. Так, ну здесь только зомби, 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 зомби. Вот, может, хаммер тоже можно починить. Может, почти целый. У меня не хаммер. Это же не хаммер, это лазик. А, вот хаммер. Ну это точно можно починить. Ну, это надо только стекло собрать в кучку, да. Клеем моментом за лепение, нормально поедем. А, что у нас-то? Доль дороги, на машину. Наспит, что ли, стоит. Вот тут дом, скорее всего, заходной. Но я бы не стал. Давай налево пройдем сейчас. Чуть назад, и тут дырка в стене. Пробойно даже, я бы сказал. О, колонка. Я как раз пить хочу. Да, попьем, да, у меня сейчас тоже уже. Так, ты пока пей, я посмотрю. Так, пью. Наполняю. Мне бы еще покушать не мешало. Съесть еду. Отлично, уже твою седовую. Давай, теперь ты. Так, блин, фляжку у меня. Но, 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 но. Это если ты помнишь, во втором принципе, когда он воду пил, он так жестко чавкал. Это во втором принципе, если его оставить надолго на некоторое время, то он начнет дрочить. Простите за слово. Он в какой-то из частей, его просто оставляешь, и он иногда начинает наеревать, короче. Это в третьей, наверное, потому что там более было как-то весело. Там, блядь, это еще. Видео в конце, когда он это на курицах дрался, или там падал на пол. Ну, это там чисто для прикола было такое. Вот ведь, но вот это вот реальный факт. Я говорю, не видел. Зуми где-то за Уралом. Сейчас перепрохожу принцип, так что. Будет интересно. Проверить миф. Давай, мочи. Отлично. Паншот ванкил. Кто-то еще хочет с этим опасным человеком встретиться. Да, они нас убьют, как встретиться. Мы уже днище. Да, блин, хватит про хейтеров вспоминать. Такое ощущение, что нас послушают, что у нас одни недоброжелатели. Нет, просто очень много людей. Не знаю, в каждой серии про них вспоминаем. Да, все. Давайте теперь будем говорить о КО. Да, давайте добрее говорить. Спасибо вам, люди. Да, ваша поддержка. Он у нас и двигает вперед. Если бы не выехали, то и не мы бы. Вот. А что написано? Около такого же домика ты меня тут убил, по-моему. Это что-то все дома написано. А нет, тут другой домик. Спирка-то какой-то. Еще одна машина побита. Так, нам, похоже, никак не обойти. Так, направо посмотри. Скрипелка, ромка доведешь. Ничего, у тебя тоже такое было. Не, было я ничего. У меня весело. Так, сейчас, по-моему, этот зомбик будет. Но Эмлис не выдержал и вышел все-таки. Видимо, русские были к нему. А, добрые. Да, он там прыгун справа. Справа. Тут за углом, по-моему, зома. Вон он, близко. Так, а может, 47 минут с ним. Ох, я прикинь, я... Я видел, видел. Я видел, я сделал. Вот так вот, что-то вернул, да. Чук и стрельнул. Блин, я вообще не хотел нажимать. Но получилось круто. Красавучайка. Это было специальное дело. Не подумайте. Да, Петровка. Так, вон там, по той отлинке, охота заглянуть. Вы там, блин, мотоцикл прыгает. Давай заглянем и... Почему мы даже велосипед не можем найти? Я не хочу отвечать. Может, там не везет? Я не знаю. Ну, просто серверы разные. Может, да. Потому что вот двое человек бегали и в течение одного дня мне сказали, что они... Ну, и сказали и показали, что они нашли, блин, мотоцикл. И потом нашли велосипед. И еще потом этот нашли. Так, ну тут больше ничего. Два цикла у него нет. Вообще, как-то Петровка у нас не богата на все это. Ну, да. Мы захолустье место. Ну, да. Тут палатка. А, нет, это, блин. Палатка. Ой, испарился ты. Или я. Я убил. Так, мне нужно перевязаться. Давай. Ёлки, блин. О, у меня винтов нет. А, а. Прикинь. Дай мне бинтов. Даю, даю, даю. Положил в рюкзак. Где они? Бинты. Давай, давай сюда. Давай, кровь. До свидания. Блин, ты прикинь, у меня винтов нет. Офигеть. Я только сейчас это заметил. Так, он будет перевязываться, нет? Все, привязался. Да, блин. Ой, меня перетряхивать всего. Где зомби идет еще? Где? Так, мне нужно болеутоляющий принять. Шел какой-то. Пляшил, я его убил. Выросла я здесь. Выросла я здесь. Блин, прикинь, винтовка. Давайте тебе еще один, да? Ёлки, бонус. У меня болеутоляющий нет, что ли? Ты вообще что-то этот... У меня главный морфий есть. На. Два адреналина есть. Держи, держи болеутоляющие бинты в рюкзакте. Зомби подходит где-то поблизости, слышу его. Пока попаси. Я пасу, пока не вижу. Ой, он очень близко, судя по звуку. Вот он. Круто. Так, ладно. Чего-то это был какой-то фейспалм, честно говоря. То, что у меня такое... Да ладно, все нормально прошло. В итоге... Твою мать, я вообще не понимаю, что происходит. У меня опять СВД камуфляжное лежит в бэкпэке. Зачем ты его с собой начишь? Я ее выкинул давно. Че за ерунда, я извиняюсь. Как так? Я не знаю. У меня главное... И патронов к ней нет. Ну-ка посмотрим, хоть как выглядит. Людям покажем. Вот видите, вот этот куст, вот это вот СВД. Классно. Вот мне бы она подошла. Да блин, ну, по-моему, бесшумное оружие, оно получше все-таки. Нет, я в смысле под камуфляж. Я ее выкидываю. Простите, снайпера, если кому-то это очень важно, мол, блин, СВД, СВД. Мне она нафиг не нужна. Хотя пусть лежит пока. Мало ли чего. То, что я ее столько не замечал, это показывает, что у нас запас не тянет, карман. Так, надо убираться отсюда, что-то мне, блин, уже не нравится это. Вот там с заборчиком еще один идет. И справа еще один идет. Так, не попал. Как я не попал? Они за домиком как раз обходят. Но надо бы выйти и серию завершать. Здесь у нас пасека. Сейчас выйдем. Не волновайся. Я не волноваюсь. Просто я думал, что здесь будет... Не знаю. Здесь вообще ничего не более полезного. Луна какая-то темная, ничего не видно. Че, Луна же у нас с загоркой. Красный ночек. Отлично. Вот так. Че, в лесок он туда? А, куда? Пойдем. Капец, у меня СВД как садится лежит. Как она там? Я же выкидывал. Ну, может, нас после этого выкинуло и отбросилось? Так мы после этого сколько играли-то? Мы после этого сходили на Клён. Это где-то несколько километров. Это мы... К любому сохранило бы наш сервант. Может, я патрон только выкинула и выкинула? Может. Что-то хрен знает. Бывает так и бывает. Короче, для людей-то это было позавчера. Тихо. Ольга показал, что там, вон, на горизонте два человека. Да. Пожалуй, все. Два души человека иду, да. Думаю, смотрят в нашу сторону, а у меня этот пистолет с глушителем. Я беззащитен менять. А ты спиной идешь. Не поменяешь. Так, ты где? Давай вот сюда чуть-чуть в кустике отойдем. Я прям перед тобой. Чудо-то куда-нибудь сюда вот в кустике. Вот здесь отлично будет, я думаю. Давай. Пойди сюда, шин. Повернулся. Ладно. Так, давайте-то на самом деле на этом завершать эту серию. Ну, в принципе, эта серия была более спокойная. Но, как вы видите, в деревья мы не боимся заходить, мы их чистим. Просто сегодня мы ничего не встретили. Бывает и такое. Да. Следующей серии двинем дальше, на своем долгом пути к Каменке. Зайдем еще в кучу таких же деревенек. Короче говоря, это, я думаю, надолго у нас. Так что, надеюсь, вам понравилось. Джек Шепард, есть тебе что сказать? Только до свидания, друзья. Давай, купи себе новый микрофон. А мы, ну, пока заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...